ребята всем привет мы с вами продолжаем изучение ботаники и заканчиваем с вегетативными органами на этом занятии мы рассмотрим лист и почки и закончим вегетативные органы дальше пойдут генеративные что ж погнали лист это у нас вегетативный орган растения который занимает боковое положение как мы всегда видим и осуществляет воздушное питание растений в отличие от других вегетативных органов он имеет ограниченный рост поэтому здесь мы это зачеркиваем и это главный фотосинтетический орган растения то есть именно здесь идет фотосинтез какие функции у листа помимо фотосинтеза транспирация транспирация это испарение воды зачем растение испаряет воду для того чтобы не перегреться мы с вами тоже испаряем воду когда идем заниматься спортом и потеряешь и растения тоже испаряет плюс дыхания не забываем что помимо фотосинтеза у растений идет дыхание то есть еще такие задания вега и например почему на свету сложно обнаружить фотосинтезу растений потому что в процессе еще идет и дыхания то есть при фотосинтезе у нас выделяется кислород поглощается углекислый газ при дыхании наоборот выделяется углекислый газ поглощается кислород co2 дополнительные функции вегетативное размножение им тоже можно размножаться мы позже посмотрим опора защита ну опора конечно не особо здесь подходит но можно в принципе так сказать защита если у нас лист видоизменился например в колючке тогда будет защитная функция привлечение опылителей потому что лист может быть ярким красивым дополнительное питание у хищных растений и избавление от вредных веществ во время листопада листопад нужен для того чтобы растение сбросила ненужные вещества по строению из чего у нас состоит лист лист у нас состоит из основания черешка листовой пластинки и признит ников давайте рассматривать что есть что листовая пластинка это вот вся вот эта вот громадная часть растение именно здесь как раз таки происходит фотосинтез основание листа основания листа вот здесь вот у нас это та часть листа с помощью которой есть они посредстве прикреплена к стеблю черешок вот он это черешок это вот просто такой участок между основанием и листовой пластинкой он усиливает механическую прочность пластинки то есть дополнительная такая опора потому что пластинка сама по себе такая прочная непрочная легко сломать ее если черешок есть лист будет называться черешковым а если его нет то лист будет называться сидячим это у нас жилки тоже сейчас посмотрим на них красивенькие и собственно все да еще есть прилистники прилистники могут быть развитые могут быть опадающими могут вообще не быть могут отсутствовать часто прилистники зеленые и раз они зеленые то функция логично фотосинтеза будет тогда иногда они могут еще и выполнять защитную функцию например вот у акации желтая акация и прилистники еще могут срастаться охватывая полностью степень какие есть типы листьев в зависимости от количества листовых пластинок листья делят на простые или сложные думаю по картинке все понятно у простых 1 листовая пластинка вот она и всем у сложных не одна одна или много листовых пластинок которые обособлены от общего черешка этого по характеру листовой пластинки среди простых листьев тоже выделяют разные есть перисты сложные есть пальчатолопастные есть еще какие-то это нам для игры знать принципе не нужно никогда так подробно не спрашивали по желкованию а вот это уже важно желкование это у нас расположение проводящих пучков то есть этих вот жилок вот они эти жилки то как они располагаются на этой пластинке желкование у нас может быть параллельное вот когда все так параллельно ну я конечно очень параллельно рисуем может быть дуговое такая вот дуга у нас образуется может быть пальчатая это когда у нас вот так и выходит сразу несколько и может быть перистая позже мы скажем что для однодольных характерно параллельное и дуговое а для двудольных пальчатая перистая по-другому вместе вот эти пальчатая периста называется сечетая лист расположение это просто порядок расположения листочков на стебле может быть очередная то есть когда один за другим как очередь может быть супротивное а лист расположение это когда от каждого узла отходит два листа это когда какой-нибудь распродажи и все вот так на одном месте по несколько стоят и может быть мы то в читает когда супер распродажа сразу все в кучке то есть от каждого узла вот у нас узел место откуда выходит лист выходит сразу три и больше листьев также различаются листья и по прикреплению листовой пластинки к стеблю как я уже сказала есть черешковый когда есть черешочек если черешка нету то это будет сидячий лист то есть он вот так как бы сидит и есть влагалищный лист когда вот так вот у нас разрастается и охватывает весь стебель листовая мозаика листовая мозаика это расположение листьев растения в одной плоскости а листья в мозаике получается никак не затеняют друг друга они расположены горизонтально и это позволяет максимально улавливать солнечный свет это прекрасно для листочков чаще всего она встречается у горизонтально расположенных побегов то есть это просто такая вот приспособление для того чтобы лучше улавливать солнечный свет когда у нас все расположено в одной плоскости и дальше мы переходим к самому моему любимому внутреннему строению листам тут все достаточно легко так что не пугаемся и так сверху у нас расположено вот это вот видим такие клеточки светленькие это эпидерма эпидерма помним это у нас покровная ткань которую мы уже проходили она состоит из одного ряда прозрачных клеток почему прозрачных чтобы пропускать свет они очень плотно соединены между собой потому что это покровная ткань функция защиты и тут находится кустица вот они наши гусица здесь находится которые через них происходит испарение воды и к за обмен как мы уже с вами обсуждали устица в основном будут расположены с нижней стороны листа но у водных растений наоборот с верхней потому что внизу будет вода и покровная ткань листа выделяет часто особый слой который состоит из восков кутикула тоже мы про нее говорили помните зачем она нужна она для того чтобы уменьшить испарение с поверхности листа чтобы растение экономила воду также помним что эпидерма может иметь различные выросты одноклеточные многоклеточные которые могут быть образованы живыми и мертвыми клетками то есть всякие волоски волоски могут защищать лист от поедания например как у крапивы то есть защитная функция могут защищать от излишнего испарения могут отвечать за вделение каких-нибудь эфирных масел или могут записать вообще воду дальше между верхней и нижней эпидермой вот у нас верхняя и нижняя расположена основная ткань листа мезофил который состоит из толпчатой и губчатой хлоренхемы помним хлоренхема относятся к основной ткани это у нас фото синтетическая ткань фотосинтезирующая которая отвечает за фотосинтез логично вот такой и такой вид столбчатая паренхема называется столб что потому что там клеточки как столбики такие располагаются вместе вот это столбчатая тут можно зачеркнуть столбчатая столбчатая и губчатая где клеточки расположена вот так вот рыхло вот и в принципе все еще мы видим здесь посрединке жилку жилки листа представлены проводящими пучками либо закрытого типа ну в основном закрытого типа ксилема причем располагается ближе к верхней поверхности листа флейма ближе к нижней поверхности листа снаружи проводящего пучка обычно располагается что вспоминаем склеренхима волокна механическая ткань которая обеспечивает прочность этому проводящему пучку под пучком может располагаться каленхима и строение листьев на самом деле может очень сильно отличается одного и того же растения в зависимости от того где они расположены либо они на свету либо они в темноте то есть световые листья отличаются очень хорошо развитой фотосинтезирующей тканью столбчатой тканью клетки могут быть очень длинными очень много может быть проводящих пучков по сравнению с теневыми потому что теневые в тени у них не так не такой активный процесс фотосинтеза идет а у листьев водных растений как вы думаете что будет очень хорошо развита тоже вспоминаем ткани межклетники если есть полностью погружены воду то устиц и столбчатых клеток у них не будет потому что им там просто это незачем помним да про кустица ну и вот она внутреннее строение листа еще раз жилка сосудистоволокнистый пучок сосуды ксилема и фоэма и механические волокна функция транспорт и опора то есть вот это вот жилка стоит опору где мой прекрасный листочек вот на прекрасный листочек то есть вот он проходит посрединке прям вот это и есть есть жилка посрединке проходит надеюсь там видно и он такой прочный то есть функция транспорт и опору хлоренхима столбчатая и губчатая функция фотосинтез кожица покровная ткань тоже мы все сказали и какие у нас процессы происходят в листе понятно фотосинтез это мы уже десять раз сказали газообмен газообмен осуществляется через устьца помним днем в растения попадает углекислый газ и кислород в общем попадает кислород выделяется углекислый газ но при этом во время фотосинтеза и обратное тоже происходит и транспирация испарения воды зрение воды происходит через устица эпидермы основной орган транспирации это лист при транспирации идет охлаждение растения это спасает от перегрева помимо этого еще и поддерживается непрерывный ток от корней к листьям помните я рассказывала что вот у нас листочков постоянно испаряется поэтому у нас постоянно водичка должна наверх подниматься и так дальше как растения могут еще спасаться от излишнего испарения можете поставить на паузу не читайте и подумать сначала уменьшение или видоизменения листовой пластинки например как у кактуса у кактуса у нас колючки такие я вообще обижала кактусы в детстве почему потому что тогда нас не так сильно будет выделяться эта вода с поверхности листа таким образом мы спасаемся и экономим воду хорошо развитая кутикула которая не дает воде пройти высокоподобный слой большое количество волосков тоже препятствует тому чтобы вода спокойно испарялась изменение положения листовой пластинки то есть поворот ребром к солнцу тоже спасает от излишнего испарения и да что у нас происходит осенью любимый листопад кто фоткался сейчас уже осенью очень красиво все я обожаю осень листопад что это вообще такое это естественное падение листьев в связи с этим растения делятся на вечно зеленые и листопадные что происходит осенью концу лета началу осени листья начинают стареть и в них уменьшается количество интенсивность обмена веществ начинает разрушаться хлорофилл начинает разрушаться хлоропласты и листья приобретают другую окраску помните мы с вами говорили что хлоропласты превращаются в хромопласты но не у всех растений например листья сирения остаются зелеными между основанием листа и стеблем начинает формироваться вот такой вот отделительный слой клеток пробковый слой клетки пробки и в пазухе листа в это время уже окончательно сформировалась почечка вот она почечка после чего лист опадает и вот это вот будет называться листовой рубец то есть след от опавшего листочка зачем нам нужен листопад во-первых удаляет из организма ненужные вещества как я уже сказала помимо этого уменьшает испарение это очень важно зимой потому что зимой практически прекращается поступление воды она очень холодная из почвы поэтому не поступает и нам нужно экономить воду всю зиму и помимо этого листочки они же большие если на них упадет снег на всех них то просто ветка может сломаться поэтому мы таким образом спасаемся от этого уменьшается вероятность поломки побегов и дальше видоизменения листьев ловчие аппараты а я так давно хочу себя купить пенери на мухоловку все никак не решусь но ловчие аппараты для тех растений которые либо питаются насекомыми в основном то есть как кросянка например дальше колючки как у кактуса ключики могут быть для защиты может могут быть для того чтобы спастись вот излишнего испарения то есть у растений которые обитают в условиях недостаточного увлажнения как у кактус усики усики гороха гороха до помним что у нас есть видоизменения усики всего побега как у винограда есть видоизменения листьев горох дальше филодия это такие вот черешки просто ну в принципе они и бегая не встречались то есть это лист у которого редуцирована листовая пластинка но при этом хорошо развиты уплощенные черешок который как раз таки будет отвечать за фотосинтез чешуйки мелкие такие вот листочки недоразвитые как у ландыша и собственно все на этом мы закончили уже с листом надеюсь здесь все понятно и мы переходим к изучению почки последнего вегетативного органа почка это зачаточный побег снаружи большинство почек покрыты почечными чешуями которые защищают почку и предохраняют ее внутреннее содержимое то есть у нас всегда биологии что-то должно защищать там клеточная стенка была тут покровная ткань тут почечные чешуи здесь почечные чешуи они защищают почку и предохраняют ее содержимое от пересыхания внутри находятся зачатки всех органов растения давайте посмотрим видите как это красиво выглядит также внутри могут раздеть помимо листочка помимо стебля помимо почек могут содержаться еще и зачатки будущих цветков поэтому у нас почки делятся на вегетативные и генеративные сейчас про это поговорим и есть еще конус нарастания вот он здесь находится то есть то чем будет расти вверх почка и вот на зачаточный стебелек по положению на стебле почки бывают верхушечные на вершине побега расположены вот они могут быть пазушные которые расположены в пазухе листьев и могут быть боковые вот они боковые по наличию или отсутствие почечных чешуи могут быть закрытые открытые открытые это когда нету почечных чешуи и закрытые когда вот они почечные чешуи есть по характеру внутреннего содержимого генеративные и вегетативные генеративные или по-другому их называют цветочные могут быть еще смешанные то есть когда и то и другое вегетативные почки содержит зачатки только вегетативных органов растения генеративные только генеративных а смешанные они и то и другое да по количеству возле могут быть одиночные сериальные и коллатеральные тоже не видела чтоб века это особо спрашивали но лучше знать и собственно на этом все мы с вами закончили изучение всех вегетативных органов прошли лист и почки сейчас и дальше мы поговорим уже о генеративных органах растения которым относится семя плод и цветочек все жду вас на следующем занятии и на вебинаре